Вальс на прощание Вальс в исполнении 9-ти классников Стал главной прощальной нотой на последнем звонке Идея так попрощаться со школой Учителями принадлежала Валерии Несытых Выпускница с трудом уговорила потанцевать Своих одноклассников После первых репетиций выпускники решили Вальс должен стать традиционным танцем И начало этой традиции они положили сегодня Нам поставили его в завершение Я очень рада На всех это произвело большое впечатление Мне кажется, все довольны И сейчас я иду И мне очень много народу подошло Я сказала, вы такие молодцы Это такая идея была Сцентричная, что ли Показать, что мы особые Что наш именно выпуск Он такой Отличается от всех остальных Отличились в этот день и выпускники 11-х классов Они пожелали, чтобы последним школьным уроком Для них стала музыка Последний раз петь по фортепиано Выпускникам приходилось два года назад Как оказалось, ученики еще помнят Название инструментов Могут сыграть русскую бароню И даже спеть сольно Вспомнили детство С первого класса Как пели песенки маленькие Уже нужно идти дальше Вперед Институт Академия Ну-ка у меня А так, конечно, что-то жалко Что-то хочется еще вспомнить Из детства А так, в целом Даже рад, наверное Потому что все Прошло 11 лет Школы Сегодня последний звонок в первой школе прозвучал для десятков учеников Впереди их ждут экзамены Уже в субботу девятые классы пройдут свой первый экзамен Изложения Несмотря на нововведения, традиционная форма экзамена среди учеников по-прежнему остается популярной Паруса надулись в добрый путь Ребята всегда замечательные Есть свои трудности Есть хулиганы Есть отличники Надеемся на самое лучшее А детей ждем только самых хороших отметок на экзамене И думаем, что те наказы, которые им давали Что теперь вспомнить одно Что завтра надо сдать экзамен Остальное на время забыть Девятиклассники Валерия и Вадим признаются, что пока школу покинуть не готовы Ребята пойдут учиться в десятый класс Сегодня они с уверенностью могут сказать их последователям, что школа готовит будущее Нужно учиться и сосредоточенным быть на ней От этого зависит будущее И все дальнейшее будет складываться от того, как ты провел время в школе Екатерина Танких, Антон Коряков, Иван Козырев, Виталий дня Жители улицы Таховская сегодня стали свидетелями очередных ремонтных работ Представители теплопередачи вскрыли дорожное полотно Чтобы добраться до подземных коммуникаций Жители уже привыкли к частым прорывам трупов в этом месте Однако на этот раз дело оказалось совсем в другом Как пояснили нам в ООО Теплопередача на этом участке ведется замена трубопровода Эти работы плановые и проводятся в рамках подготовки к отопительному сезону Коммунальщики заменят около 15 метров коммуникаций Обновят арматуру и проведут другие профилактические работы Профилактика продлится до 25 июня В компании отмечают, что на водоснабжении горожан это никак не отразится Сегодня ночью в одном из подъездов на 9 мая 4 Внимание жителей привлек двухлетний ребенок Мальчик бегал в резиновых сапожках, футболке и нижнем белье Плакал и искал маму Беспечную родительницу сотрудники полиции нашли на соседней улице Она распивала спиртные напитки в компании друзей Мама приехала сюда с ребенком в гости к своей знакомой У которой также четверо детей употребляли спиртное После чего решили проветриться на улицу Вышли и сели возле памятника В последний раз родители заходили проведать детей около 11 часов вечера Малыши, по их словам, крепко спали Как двухлетний ребенок смог открыть входную дверь и выйти в подъезд Женщина объяснить не смогла Плачущего ребенка в парадной обнаружили соседи Они же и вызвали полицейских На поиски родителей правоохранители отправились вместе с ребенком Малыш сам показал на свою маму, сидящую в компании незнакомых людей Взрослые пьянствовали вблизи танков на Аллее Победы Мать ребенка привлекли к административной ответственности Ей грозит штраф от 100 до 500 рублей Администрация города собирается частично вырубить деревья в черте города Под сруб пойдет участок леса в районе ЗАГСа Специалисты убеждены, многие деревья в этом районе перенесли неизвестное заболевание Как нам сообщили в отделе экологии и природопользования Срубить необходимо 43 сосны и 3 березы По непонятным причинам деревья полностью высохли На некоторых из них уже стали появляться жуки-караеды Администрация города опасается Если сейчас не принять срочные меры, то болезнь может перекинуться и на здоровые деревья Тогда ситуация приобретет масштабный характер Это уже третий случай в истории города, когда из-за климатических условий гибнут деревья Здесь вероятнее всего или это все-таки солнечные ожоги В этом году солнце очень активное И выбросы были очень активные, солнечные Может быть атмосферные какие-то явления Облик Зареченского сквера Победы обновится В самое ближайшее время здесь начнутся подготовительные работы Примерно так в будущем будет выглядеть сквер Победы В центре по-прежнему останется мемориал Но строители проведут полную его реконструкцию Также в рамках проекта проведут благоустройство прилегающей территории Вместо асфальта дорогу выложат тротуарной плиткой А вдоль нее поставят новые скамейки и ограждения Единственное, что решили не делать, это плиты с фамилиями героев войны В Совете ветеранов побоялись упустить чьи-то фамилии Кроме того, плиты по бокам значительно сокращают пространство сквера А ведь здесь устраивают митинги Когда заречницы смогут прогуляться по новому скверу, пока неизвестно Как рассказали в отделе архитектуры и градостроительства Уже на этой неделе рабочие начнут разметку под заливку бетоном Заречный ТВ привлекает новую целевую аудиторию В социальной сети ВКонтакте появилась новая подписка Заречный в деталях Так называются страницы, на которой вы узнаете самые свежие новости города В том числе то, что никогда не попадет в эфир Живое общение, обратная связь с телередакцией Хвалите, критикуйте, восторгайтесь, возмущайтесь Для нас важно каждое мнение Дань традиции Накануне во Дворце культуры «Ровесник» состоялся ежегодный отчетный концерт седьмой школы Обычай устраивать такие праздники существует уже 18 лет Начиная с образования учебного заведения В этот раз школьники удивили зареченскую публику номерами различных жанров Далее смотрите без наших комментариев Мы практически каждый год уже выступаем на протяжении всего времени Как маленькие пришли с первого класса В Дука постоянно на сцене Очень здорово, да Ну, впечатления о концерте самые положительные Выступили хорошо, я очень сильно волновалась Потому что это было мое первое выступление именно с хором Все бегают, суетятся, нервничают Но всегда проходит на ура Хотя, конечно, за многое боимся Ну, наши впечатления, они, как обычно, и закулись, потому что мы выступаем Но, как обычно, они позитивные, что все соберлись Показывается достижение за год По-моему, это здорово Да, мы тоже очень счастливы, что сами здесь выступаем Много лет принимаем участие в этом концерте Там для меня горит отчаяк Как вечный знак Как великий пыль Молодцы ребята Видно, что школа на высоком уровне Все ребята очень долго готовились к этому И очень долго ждали этого дня Все волновались, ну или почти все Мы, наверное, больше всех Мы долго тряслись за кулисами Потом вышли, в итоге спели И вроде как получилось Просто для нас это был последний отчетный концерт, где мы можем сами себя показать Где мы можем поучаствовать вот в этой беготне суете Впечатляет Какая погода ждет нас завтра, 24 мая Узнайте прямо сейчас Информация предоставлена порталом Кисметиум В четверг в Заречном ожидается пасмурная погода, дожди Температура воздуха ночью плюс 8 градусов Утром на одно деление ниже Днем столбик термометра остановится на отметке 11 градусов выше нуля Возможен небольшой дождь К вечеру облака рассеются и на небе выглянет солнце Температура воздуха плюс 9 градусов Ветер северный до 5 метров в секунду Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба Острые проблемы, необычные факты, удивительные люди Все, что волнует вас, может стать темой нашего сюжета Звоните и рассказывайте наш телефон 71172 За самую интересную новость мы дарим подарки А на сегодня это все детали До встречи!